Привет! Доброе утро, Катя! У меня прекрасное настроение сегодня. Это та история, когда мечты сбываются. Я хотела, чтобы со мной это произошло, и сейчас это происходит. Катя, продолжи, пожалуйста, фразу «мой дом там, где». Мой дом там, где находится этот человек маленький, потому что раньше был дом там, где мама. Я возвращалась и бежала к маме. Я жила в Канаде, летела обратно домой в 16 лет к маме, безумно скучала. А сейчас все немножко сместилось, и мы все едем туда, где находится она. Ты отлично выглядишь. Расскажи, что за образ на тебе сегодня. Спасибо большое. Я несколько, чуть-чуть, конечно, набрала пару лишних килограмм, которые меня немного смущают, но образы. Ко мне приходит Vogue. Было 5 образов. Я сделала несколько примерок, и все-таки решила остаться в Закову. Последняя коллекция весна-лето 2021. Проходи, проходи. Какие у тебя планы на сегодня? У нас сегодня выходной. Раньше по субботам я работала, но потом я решила, что пора останавливаться, что так это больше не может продолжаться, что все-таки нужно иметь эти два полноценных выходных, и поэтому мы проводим их вместе с Сати. Тебе часто удается позавтракать вместе с дочкой? В выходные мы завтракаем вместе, будние дни, работа, учеба. У нас несколько разное расписание. Выходные вместе. А что ты любишь на завтрак? Что Сати любит на завтрак? Я люблю немного рыбы, авокадо, много авокадо. Обожаю с оливковым маслом и очень люблю сырники, но стараюсь где-то два-три раза в неделю. А Сати обычно чем завтракает? Бусинка любит каши и ягоды. Катя, вижу макитру. Знакомая макитра, расскажи о ней. Да, кстати, это Гуня, это мои девочки-подруги. Вообще я решила, когда делала эту квартиру, мне захотелось, чтобы в квартире было как можно больше украинского, потому что нас украинских дизайнеров покупают. Я хотела, чтобы и украинских дизайнеров мебели и декора, каких-то интерьерных элементов тоже люди покупали. Я многим об этом говорила, делилась в интервью и вот вам сейчас рассказываю о том, что в этой квартире очень много всего сделано украинцами. Пойдем же завтракать. Да. Обрати внимание, я не знаю, заметила ли ты, у меня очень красивый новый английский фарфор. Очень красивый, вполне фамильный, можно передать. Да, у нас не было такой возможности, конечно, чтобы нам бабушки что-то передавали в наследство мамы, но получится. Я думаю, что мы как раз первое поколение, которое может что-то позволить себе приобрести и передать в наследство. Катя, ты умеешь готовить? Кто готовил сырники? Нет. Сырники готовят или одна няня, или вторая няня, которые мне помогают, когда я работаю, или три ресторана, которые находятся прямо здесь в доме, потому что я абсолютно бездарна. Это нужно признать. Семейство долгое время со мной боролось, ну как же, вот мама в доме не готовит. Я говорю, я мама нового поколения, я мама из 21 века, я в этом не хороша. Кстати, у Сатиши лучше получается готовить. Она скромничает, скромничает, не идет к нам, она у меня скромняга. Расскажи, как вы с Сатиши обычно проводите свой день дома, если вы дома, если удается вам быть дома? Просыпаемся, завтракаем, собираемся, едем, покупаем круассаны или где-то едим, заказываем кофе, там какие-то вкусняшки, обязательно еще мороженое, потом какой-нибудь наряд куклы, встречи с друзьями. Вот такое вот приятное просто времяпрепровождение в городе. А если остаетесь дома, что делаете? Какие у вас есть домашние привычки? Если, может быть, ты видела сториз, я поняла, что я по-прежнему могу стоять на мостик. Потому что она у меня гимнастка, она меня тренирует, растягивает меня шпагаты, мы делаем номера, Сати придумывает, я слушаю. Вообще, я считаю, что я как бы, я этому обучаюсь. Мы никому ничего не должны. Вот мне сложно. Я как бы, я немножко спорит моя голова и моя душа, потому что я ответственна за команду, я ответственна за родню, за брата, за маму. У меня есть ощущение какого-то такого немножко даже волнения, какого-то легкого даже невроза. И я сейчас с собой разговариваю о том, что я ответственна только лишь за своего ребенка. А все остальные взрослые люди, они могут справиться сами. И вот я этому, я этой философии сейчас, я пытаюсь ей проникнуться. Катя, у тебя важное событие. Скоро семилетие твоего бренда. Расскажи, как готовишься, как готовится твой акт. Кстати, давай отойдем на минутку. Я хочу тебе показать. У меня есть как раз некоторые образцы, которые я прорабатываю для шоурума. Мне нужно, кстати, финально утвердить некоторые покрытия. Дело в том, что… Ты делаешь ремонт в шоуруме. Да, я делаю ремонт в шоуруме. Получилось так, что ремонту всего 3-4 года в шоуруме. Но мне настолько стало тяжело. Мне не хватает воздуха, мне не хватает света. Мне захотелось, чтобы все было минималистичнее, чтобы были большие окна, чтобы меньше было розового золота, но оно осталось. И мы ищем цветовые решения. Уйти от пудры, но немножко оставить несколько камня, высветлить цвет пола. В общем, я решила, что к семилетию, может быть, я не буду делать какого-то громкого показа или чего-то такого. Но вот я сделаю обновленное красивое пространство, очень стильное, очень модное. Я поэтому поехала даже в Париж, пожила там 3 недели, ходила на выставки мебельные и отсматривала все самое новое, что сейчас есть в мире, чтобы это привнести в шоурум. А что ты из Парижа привезла? Я привезла очень красивый столик, я его покажу чуть позже. Я привезла, я заказала новый дом, потому что параллельно я еще строю дом. У меня в жизни всегда так происходит. У меня появляется квартира, и параллельно я делаю шоурум. Я решила купить дом, и параллельно я решила обновить шоурум, и все прям несется. Но есть ощущение жизни, и есть ощущение, что ты growing, как будто ты так растешь, ты развиваешься. Цех больше, команда больше, как-то дом больше. Я обязательно вас приглашу в свой новый дом. Я вижу, у тебя на журнальном столике красивая любовь, ты любишь книги, у тебя много книг, я видела. Да, я очень люблю книги. Я сейчас покажу, какая у меня есть коллекция книг, связанных с модой. Но в последнее время, кстати, именно читаю, не всматриваюсь, не вырабатываю эту свою насмотренность, а читаю я автобиографические книги. Я люблю судьбы людей. Что последнего тебя из последнего поразило? Последнее, это как раз, вот я закончила книгу нашу умевшему Макконахе, который рассказал, какой он путь проделал. Знаете, когда там интересный момент, что ты просто в какой-то момент симпатичный парень, и тебя берут на какие-то определенные роли. Но потом происходит изменение, он делает такой внутренний пуш, как он говорит, происходит зеленый свет, как и называется книга. И он выходит на другой уровень, его зовут сниматься в других фильмах уже, и он берет Оскар. У меня где-то я провела параллель с собой, потому что в какой-то момент фэшн, я зашла в него как бы немножко покасательно, через телевизионные шоу, через какие-то стайлинги, через какие-то вот такие вот пробы, 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 и как бы никто не ожидал, что это может случиться. И в определенный момент я понимаю, что Ирина Данилевская меня приглашает на Украинскую неделю моды, одна коллекция, клиенты, и вот это начинается жизнь. И я знаю, что у каждого дизайнера свой путь, но у меня это случилось своим каким-то необычным образом. И мне кажется, что они не думали, что я могу стать серьезным игроком в фэшн-индустрии, но потом жизнь складывается, и сумасшедшая вот эта увлеченность своей профессии приводит к тому, что я уже номинирована на Best Fashion Awards, who knows, я не знаю, что будет. А расскажи, что на этих футболках, это винтажи? Да, здесь винтажи не только, здесь живут прекрасные люди. Макуин, увы, у него головная боль, как всегда, бедный я, сложная судьба, и безумно талантливый человек. Фрида Кала, Айрис, Александр Васильев у нее подписал книгу. Кстати, с винтажного рынка в Париже я привезла вот такую красивую шляпку, я их коллекционирую, но она малютка, она здесь как раз поместилась. Ты пока ее еще не надевала? Я еще не надевала, нужно создать полный образ в нее. А что это за розовый Джимми Чу? Ой, нет, миу-миу. Да, это розовый миу-миу, но я просто не могла это поставить рядом просто с кожаной обувью или каким-нибудь изи выходного дня, потому что я считаю, что это тоже произведение искусства. Идеальные туфли для венского пола, для твоей поездки на венский пол. Точно. Спасибо за подсказку. А расскажи, что здесь слева. Я знаю, что ты коллекционируешь пригласительные из показов. Возможно, есть какой-то особенно важный пригласительный. Да. И, кстати, на этой полке очень много разных пригласительных. Мои друзья зовут меня на свадьбы, я оставляю их. Или какие-то знаковые-знаковые такие события, которые ты хочешь запомнить. Вот пригласительные из показа Ульяна Сергенко, которая была порядка пяти или шести лет назад в Париже. И это была магия, потому что это была кутюрная коллекция. Огромная книга, которая стояла на подиуме. И невероятной красоты девушки. Знаете, модели бывают, я говорю, такие нового поколения. Такие вот они своеобразные, с какими-то особенностями. А это просто какие-то идеальные женщины-боги, которые из этой книги выходят и идут на тебя. Я помню, что у меня вот так вот слезы текут. Так же, как в Венской опере, когда я пошла на Евгения Онегина балет. И я увидела такое мастерство. И я не думала, что я могу плакать, глядя на балет, на мастерство людей. И это было для меня что-то особенное. И вот как раз этот показ, он был очень знаковый и особенный. Я понимала, как сильно это может заставить тебя становиться лучше. Вот мода, она про то, что еще для меня не только она отображает, что происходит в мире. А она как бы, а я вот хочу тоже так. Я хочу еще немножко светлее, красивее, сложнее. Этот показ сделал определенно меня лучше. Я вижу на этой полке много фотографий, семейных фотографий. Расскажи, какая любимая самая, почему? Ой, я очень люблю эту фотографию. Потому что я, кормящая мама, уехала буквально спустя месяц после родов в поездку в Италию на закупку кашемира, тканей. Меня ждали фабрики. И я оставила ребенка, говорю, мама, пришли мне, пожалуйста. Она сделала вот эту фотографию просто на телефон, высылала мне. Я поставила, и она долгое время у меня была на заставке. Очень, очень, очень... В общем, я фанатичная мать. Скажи, пожалуйста, а где ты все-таки чаще работаешь? Здесь в кабинете или на работе? Я люблю работать в команде, я люблю, когда рядом есть конструктор, есть утюжный стол, есть швеи, много правок, все создается, вот это как будто живет. Это как, я как будто дирижер, и вокруг меня происходит вся эта жизнь. Поэтому я люблю работать, вот прямо работать, работать, конечно, там. А здесь дома, когда весь дом спит, и уже не звучит, мама, Катя, что, где, где найти, где, куда ты поставила, все. И весь дом засыпает, наступает час на СЭБе, час для себя любимой. Что тебя вдохновляет, вот, вижу вокруг предметы интерьера, эскизы, карандаши какие-то интересные? Что из этого тебе нужно для работы? Я вообще человек, который окружает себя красивыми вещами, я считаю, что в это есть смысл вкладывать деньги. Если вы цените, если вы видите детали, видите, и эстетика красивого вас вдохновляет. Вот Reflections, Копенгаген есть бренд один такой, вот, может быть, можно сказать, да, уместно ли здесь, но это меня вдохновляет. Мне нравится, это волосы, да, конфетница. Мне нравится сочетание цветов, я понимаю, что это есть в моих коллекциях. И даже преломление цвета, вот, вот, мне хочется на это смотреть. Мне хочется смотреть на эту коробку от Карла, вот, великого Карла. Здесь сложны карандаши, и мне подарили ее. Ты используешь их в работе? Да, я использую, видите, некоторые эскизы, даже рисунки сатиши. И я работаю как раз с этим набором. И тут как раз много очень сэмплов, тканей, проработок, образцы с последних выставок. Ну, вот этот момент, он происходит у меня где-то с 12 часов ночи. Конечно, все йоги скажут, что катя, катя, так нельзя. Вот, но с 12 до 2 я в таком покое нахожу в мире цвета, красоты и эстетики. Не могу не спросить о медалях, которые за твоей спиной. Ну, это твои достижения спортивные. Да, это часть моих медалей, да. Основная часть находится у мамы. Здесь Сиэтл, здесь чемпионат Украины. И здесь, как видите, лошадка, которой, наверное, я являюсь. Потому что для того, чтобы заработать любую медаль в жизни, нужно очень сильно потрудиться. Это была очень серьезная для меня школа. Поэтому, когда говорят, ты отличаешься какой-то выносливостью, ты хорошо держишься, я просто понимаю, что у меня есть хорошая школа по сайте. Мир бального танца, он очень сложный, прекрасный. Кстати, я оттуда, вот это все, что видно в коллекциях, перо или какие-то женственные линии, я это было оттуда, потому что даже раньше я выходила с паркета, ко мне приходили там, привет, я из Дании, например, я из Голландии. Создай для меня какой-то образ, можешь сделать эскиз? Я у тебя куплю эскиз. Нарисуй мне, пожалуйста, потому что мне очень нравится. Ты всегда появляешься, мы знаем, что девочка из Украины всегда в необычных образах. Это, кстати, был первый звоночек, что, пожалуй, мне стоит заниматься чем-то, связанный с образами и с одеждой. Расскажи, чему будет посвящена твоя новая коллекция? Новая коллекция... На данный момент она у меня пропитана сексуальностью. Мне кажется, что у меня в жизни какой-то новый виток, такой зрелый, зревой какой-то сексуальности, какой-то тонкой такой вот. Мне кажется, что это все придет в коллекцию. Тем более это весна-летом, и у меня есть опция растить девушку. И женщины мне доверяют. Я это пытаюсь сделать очень аккуратно. А какая твоя любимая коллекция за 7 лет существования? Я очень люблю и отмечаю для себя, когда я поняла, что я имею, я могу иметь право называть себя дизайнером. Потому что, если честно, я испытывала какой-то такой вот момент, что я могу работать как стилист, я могу стилизовать какие-то шоу. Но потом Ирина Данилевская пригласила меня на украинскую неделю моды, и я показала коллекцию, которая посвятила украинке Соне Делоне, которая из Одессы, которая переехала в Париж, потом покорила своими работами мир. И тогда я отметила, а, ну ты на своем месте, ты хорошо вписалась в неделю моды. И потом степ-бай-степ, но я верю, что самая лучшая коллекция еще впереди, потому что я вижу, как растет команда и как меняюсь я. И даже если я не получала образование изначально, то ведь у каждого свой путь. У Виктории Бекхэм своя история, и она также зашла на мировые подиумы. У Сони Рикель своя история была связана с модой, поэтому старт может быть разным, но посмотрим, что будет впереди. Я прям... Пока что я очень горю и не выгораю. Катя, спасибо тебе за это интервью и за то, что ты нас пригласила к себе домой. Ну и у нас для тебя подарок. Это справочник модных дизайнеров. Мы хотим пожелать, чтобы со временем ты попала в скисы. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Получи такой подарок от Vox с такими словами. Да пусть все сбудется. Спасибо огромное.